Уральская мастерица превращает доски и пни в произведения искусства. Бывшая банковская служащая нашла свое призвание в резьбе по дереву. Свои работы она выставляет на ярмарках и даже продает за границу. Подробнее о девушке с неженской профессией расскажем в сюжете. Большое мясо убираю. То, которое мешает нам. Можно неократно, но думая, как пойдет фигура. Не жалея силы, она работает стамеской, вырезая из дерева будущего медведя. Чем меньше инструмент, тем точнее детали. Уже видны глаза и шерстка. А начинается все с эскиза на бумаге и фигурки из пластилина. Теплый материал, это пластичный материал. Оно каждое свое. Даже если берешь одну и ту же липу, она все равно по-своему, каждый кусочек. Слушаешь его, подстраиваешься где-то. Десять лет назад Елена Ясинская работала в банке, но желание творить не покидала. Женщина пробовала вышивать и рисовать, однако свое призвание нашла в сосновом барусе Серти, который тогда начали вырубать. От этого грустно стало немножко. Нашла там два чербачка таких небольших и сделала из них подсвечники. Захотелось, чтобы эти мои сосны, они как бы продолжили такую жизнь. Так банковская служащая стала профессиональным резчиком по дереву. Свои работы Елена выставляет на ярмарках, а также делает на заказ. Одна из статуэток даже отправилась во Францию. Древесину мастер закупает в Москве. Они не рубят деревья. Они берут деревья, которые либо высохли на корню, либо под снос, ну под городской снос. А для маленьких статуэток подойдут и строительные доски. А вот эта доска, она не подходит для скульптур, потому что у нее частые сучки. У нее нарушена геометрия, она выгнута. Фигуры оживают прямо на глазах. Для этого, говорит мастер, важно изучить объект, насмотреться и прочувствовать каждую деталь. У меня вся жизнь связана с животными, я их люблю, но они меня вдохновляют. Это просто бесконечное какое-то поле деятельности. В арсенале рещатся не только стамески, но и лобзик. Оборудование размером со швейную машинку легко помещается на кухонном столе. В планах Елены открыть свою студию резьбы по дереву. Почетное место в ней займет кот Танзанит. Елена называет его своей музой и помощником. Екатерина Сердитых, Новости, Первоуральск.